Через две недели начнётся новый учебный год, и 24 137 детей приступят к обучению. А каково состояние учебных заведений города? Готовы ли они вновь принять своих учеников с 1 сентября? Эти острые вопросы обсудили в городской администрации. В 2023 году на содержание 23 организаций образования, в том числе 7 дошкольных организаций, 15 средних и 1 дополнительной организации образования, выделено 121 857 000 тенге. В общеобразовательных организациях среднего образования ведутся работы по текущему ремонту пожарных лестниц, закупки и установке металлопластиковых окон, тепловых труб, радиаторов, необходимых для внутренней системы отопления. В 17 организациях образования завершены текущие ремонтные работы. Специалисты также заявили, что безопасность учащихся находится в центре внимания, и сообщили, что на эти цели выделены средства 56 образовательным организациям. На сегодняшний день видеокамеры установлены в 19 организациях. Установка видеокамер в остальных 10 организациях продолжается. В 22 образовательных учреждениях проведена установка видеокамер, тревожных кнопок и сигнализаторов. В оставшихся 8 школах продолжаются конкурсные работы. В 26 дошкольных и образовательных организациях выделены деньги на аренду системы видеонаблюдения с тревожной кнопкой для дежурной части Тимиртаусской полиции. В новом учебном году предусмотрено бесплатное питание для учащихся в начальных классах и учеников специальных категорий. Кроме того, на совещании обсудили акцию «Дорога в школу», то есть бесплатное предоставление учебных материалов. На сегодняшний день 2043 ребёнка получили материальную помощь на сумму 83 803 000 тенге. На каждого ребёнка по 40 067 тенге. Кроме того, у нас ещё остались средства. Если родители обратятся с просьбой к руководству школы, мы окажем помощь. Одной из главных проблем в новом году является нехватка кадров, поэтому вопросы ведутся специальные работы.